Пожалуйста, заходите, заходите, небольшой кабинетик, вот и всё. Значит, что я пришёл к вам? Долго искал. Что долго? А? Это ваши извинечки, да? Там мой телефон, а здесь сайт, ютуб, форум. Ну, понятно это дело. Вот. Так, садитесь, садитесь, садитесь. Так, тут вот какое дело, смотрите. Что? Вы, Анатолий Татарович, много помогали нам. Ну, это было когда-то, сейчас уже нет такого. Это уже нет такого, сейчас уже. Понимаете? Я пришёл к вам не на одну минутку. За счёт такого дела. Это сфотография. Ты давай окончай это. Не обращайте внимания. Смотрите, водки у нас целые. Все. Не может быть. Все до одной целые. Не может быть. Ну, вот так бережём. Приезжают люди, приезжают к нам и митрополит. Так, садитесь, садитесь. Давайте ещё раз погну руку вам. Вы были над директором РТИ. Да, да, да. Дозинотехнических изделий. Я слепую. Так, смотрите. Шланги все целые. Да, они порепались, должны порепались. Нет, в земле закопанные, так и лежат. Но, которые там наружу были, все да. Дальше. Давали резиновые коврики. У нас они в церкви расселены, по ним ходят. Зелёные специально, это Афадея был у вас начальник такой ещё. Мне бы его найти, отблагодарить. Вот. Эти покрывала, которые делали палатки. Теперь, когда деревня началась, у нас теперь постоянно. Но они сохранились. А деревня какая? Я-то забыл. Там всё написано. Вот в этом. Зайдёте. Ага. И деревня, как мы начали строить её. Но ваша... Садитесь, 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 садитесь. Смотрите, Даша. Почему я пришёл? Я разбогател. Удивительно разбогател, что ваше богатство, ваш завод даже беднее меня. Так ещё завода нету всё. Вот так. Почему так? Потому что мой бог расположил в сердца людей, когда я начал писать книги. У меня 38 томов вышло из печати. 38. Вы их там найдёте на сайте. Вот один из них. Впервые за 2000 лет издан Новый Завет. Вторая часть Библии. С полным толкованием. И лучшего иллюстратора мы сами раскрасили 240 иллюстраций. Это ваши правнуки будут ещё вас вспоминать, как... Я вас называю только так. Патриот России. Ага. Видите сколько? И всё подписано. Какое место Библии? Откуда? Ага. За 2000 лет впервые вышел полный комплект. За 2000 лет? Да. За 2000 лет. Это видели в библиотеке у Владимира Владимировича Путина. Медведеву. Патриарху Постана. Я проехал со своими книгами. Новый Завет. Анатолий Петрович. Миссионерская поездка. В Владивосток доехали. А вот вы не меняетесь. Какой пункт? Только волос подрастный. Значит, проехали мы. В Владивосток. Находка. В каждый город я дарил полный комплект книг. А каждый комплект... А деньги-то где берёшь? Бог. Так Бог открыл дверь. И находятся люди. И помогают и евреи, и мусульмане. И какие-то знают, что мы делаем. Детский лагерь мы нашли. А как ты меня там нашёл? Как? Как ты меня нашёл? По любви. Я объявил в общине, помогите им найти настоящего русского патриота. Хромова Анатолия Петровича, бывший директор ТЭЦ. Я должен отблагодарить его. Слушайте. Вот попутно сказать. Это закладочки света российского флага. Ага. Вот. Наш лагерь детский. Ему 44 года. Первый в России православный. И о нём там снятые фильмы. Вы их увидите. Один фильм занял первое место на международном киноконкурсе. Второй первое место в России. И там ваша рука. Второе. Вот эта вот книга. Да вы сядь. А то мне неудобно это делать. Нет, 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 нет. Я неудобно это делать. Вы какого года? А? Какой год у вас? А вас какой? 39-го. О, ещё молодой. А вы? Я 36-го. О, ну так что. Я потом не должен стоять. Смотрите. Вот. Это я на площади перед стадионом. Когда готовились громить коммунистов. Меня затащили. Милиция увидели. Первый я выступил. И накал сразу стих. И ничего не было. Ага. Я во всех отделах милиции вел занятия здесь. В воинских частях. Во всех университетах. В школах. И всё это здесь отображён. Это книга документов. Как меня судили. Что говорили. Как. Всё. Всё. Записано тайно на магнитофон. Отослали во Францию. Я оттуда газету напечатал. А потом с неё я всё снял. Вы увидите здесь такое, что нигде никогда не видели. Вот. Я арестованный иду. Краевой суд. Это здесь Барнули? Да. Сейчас там музей истории и искусства. Эта машина. Это цветы летят, как встречали. Ага. Это настолько интересно. Это всё. Документы. Газеты. Как я по Америке ездил. Где выступал. И мы от Владивостока проехали до Лиссабона. Португалия. Прошли Турцию. Скандинавию. Прибалтику. И везде я дарил книги. Один комплект от 750 евро. Можете представить. А где деньги? У меня пенсия 6275 рублей 3 копейки сейчас. Самая минимальная. Мне нигде не давали работать. Только в недовольство охраны при милиции. Ну как. Враг государства считался. А теперь реабилитирован со всеми льготами. Вот посмотрите. Вот вы увидите здесь. Как мы строим деревню. Здесь. Это я в университете выступаю. Я в АГТУ. В АГУ. Её много лет занятия. Только в АГТУ 17 лет. И это кто? А вы в Сигеево знаете? Слышали? Так я знаю. Как не знаю. А мы с ним были очень близки. Вот профессорский состав у него заседает. А я сяду вот так. Там где его приёмно-то. Ну жду. А секретарь дверь откроет. Он увидит меня. Ух! Встаёт. А у него полный кабинет. Заведёт меня. Вы знаете кто это? Они откуда знают-то? Обнимет. Поцелует. Я преклоняюсь. Баварин ко мне приезжал сколько раз. Благодаря ему. Я 15-15-200 выиграл. Всё здесь есть. Всё абсолютно. Ему эти снимки. Где мы стоим с Бавариной. Неправильно я сказал. Надо было. Чтобы ты не беспокоился. Сказал. Нет. Мы ошиблись с номером. Так. Тут посмотри. Вот это мой телефон. На первой странице. Это мой телефон. Да я без очков-то не вижу. Значит смотрите. У вас будут какие-то встречи с кем-то, с друзьями. Я вам оставлю несколько визитов. Вы отдадите. Зайдут в интернет. Они увидят там нас. Всё. И ещё одна книга. Это поменьше. Зачем это? Куда мне их? Это я вам подарю. Это мне что ли? Это всё вам. Да нет. Зачем? Когда дети катаются на лодках. Я говорю. Помните кто нам даровал. Да. Это настоящий русский патриот. Кромов Анатолий Петрович. Было такое было. Посчитайте. Вы сколько лет помогали. Да воздаст вам Господь милостями своими. Да хоть помогал. Видишь, завод-то раздолбали нас. Ну что сделаешь теперь? Да неправильно. Ну ведь тут востребованы. Около четырёх тысяч работающих было. Около четырёх. У меня, как говорится, военная техника какая была. Я уж так сейчас говорю. 50 процентов. Но это не бомбы, не снаряды, ничего. Это спасательные жилеты, военно-морской флот. Когда из самолёта... Если он пришёл, мы будем за границей покупать. Да. Прекратить. Ни хрена. От вас ничего не зависело. Вот. Затем, как говорится, взяли, как говорится, сельское хозяйство. Уронили. Да. И всё. И куда меня... А я не умел воровать, чтобы наворовать и весь завод купить. У меня не было. Нет такого мании, чтобы воровать. Людей, как говорится, обирать это дело. Ну и всё. Побыл, побыл туда. Потом говорит, Петрович, иди вот сюда ко мне. Но я там ещё председателем. И ушёл я уже вот здесь вот 10 лет где-то. Я спрошу вас. Вы слышали, был директор макаронной фабрики Морозов Геннадий. Потом он стал депутатом законодательного собрания. Слышал был. Мне бы найти его как-то. Тоже отблагодарить. Он помогал. Сейчас я еду к Горшкову, директор станкостроительного. Но он находится в этом... Я знаю. Отблагодарить. От него насос у меня. Гвоздями помогал, тяпками. Я решил всех найти и всех отблагодарить. Нанял человеком, брат, и поехали. В брат это что ли? Ну, во Христе, в верующем. А, да. Ну, 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 ну. Вот. Неинтересно. Вы знаете, когда дома покажете своим близким, потом внукам, детям, и они сразу оценят. Это путь на небо. Посмотрите, что здесь. Так тут не по-русски написано, я же ведь не умею. А, это не надо. Это набирать надо, считать не надо. Это как набор, это ключ, чтобы зайти туда. А, а, а. Ну, просто заряди сайт. Ну, я понял это дело. А так-то я читать не буду. Это вот мой брат священник. Крещение идет. А вот этот первый стоит, это вот Сергей, он и есть. Вот он перед вами. Сергей? Да. А отчество? Павлович. А, Сергей Павлович. Это человек, необычная у него специальность. Какая? Кинолог. Кинолог? Дрессировка собак. Ну, понял. И у него собака с нами проехала по всему миру. Он тоже сам ездит? Она чемпион мира официальный. С медалью. Не мира, Игнать Ильич. Россия. А, это Россия. 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 А он мир захватил весь этот уже. Да, вы захватили все, показали. И собак, и все. Это Бог так сделал. Ой, 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 ой. Так, если у вас будет... А это... Это вам. Это... Ну, как это? Эти деньги стоят. Деньги. А вы что нам помогали? Но я скажу заранее. Я себе ничего никогда не просил. Это я для детей. Ты что, если ты... А знаете... Ты достоин, пионер в лагере и так далее. О которой вы здесь палаты... А как они в лагере-то существуют? Все нормально. Да? В этот год прошел. Вы это найдете здесь. Наших роликов там около четырех тысяч. И вы найдете там и в лагере, как мы... Вы без очков что ли работаете? Как? Без очков работаете? Ну, без очков. Очки есть? Я лупу иногда беру смотреть, а так я вижу вас. Вижу, где голова, где ноги. Я, знаете, искал нас долго. Нет, если бы я знал, вот такими подарками ты придешь, я бы сказал, вы ошиблись номером. Не надо этого делать. Теперь, послушайте. Я никогда ничего не... Если вам скажете, мне все это подходит, я все остальные книги вам добавлю. У вас будет библиотека. Тридцать восемь томов. Вышлось под пера у меня. Не надо, не надо, не надо. Я уже читать как бы целый. Да, не для вас только. Это для всего вашего родства и потомства. Это такие книги, которые украсят любую библиотеку мира. Это в Королевских библиотеках, в Англии, в Дании, где мы были. Библиотеке имени Ленина, парламентская историческая... Ты меня заговорил уже. Все, давай, садись, поговорим. Все. Присядь, присядь, присядь. А то неудобно, я поняла. Удобно. Вот. Видите, какое богатство? Потому что, смотрите. Если бы вы были директором дальше РТИ, то я пришел не просить. У нас все есть. И взятка везде пресекается, в любом государстве. Во взятку входе даже я подарил вот такое. Это взятка. Если я подарил эти книги вам... Это взятка. Взятка, когда что-то. Если я подарил книги, книга единственный предмет, который не входит во взятку. И это тоже не входит взятка. Это подкова. Не надо. Может быть. Я только узнал. У следователей. А это, как говорится, для... Ну, как говорится, настольной, письменной... Ну да. Никто такое дарить не будет. Дарят взятка другое что-то. Да. А книга, это навсегда. Меняется власть. Уходят люди. Возникают правители. Войны. А это знания, накопленные человечеством. Они остаются здесь. Вот эту книгу, чтобы написать... У меня 40 лет ушло, собирал материал. 40 лет по крупицам. Что такое крещение, покаяние. Обожаю. Мы с вами сколько знакомы? Ну, я сейчас не могу сказать. Но я думаю, что лет, наверное, 25. 25 или 30, да. Потому что, когда вы помогали, даже больше... А когда вы пришли это делать? Так я вам скажу. 27. Даже 27. Потому что 25 лет потеряем, как начало восстанавливается. А вы мне резиновые специально такие большие покрывала делали, которые я накрывал на столбах. Еще потеряем и не начинал. Значит, к этому года два прибавят. Да. Это, как говорится, ну, как лодки. Лодочные такие, непромокаемые должны быть это делать. Да. Ну, как лодка. Такие. Такая ткань. Вот. У меня одна осталась нетронутая, большая палатка. А сейчас я гляжу, внезапно дождь начинается, и фермер, у него там зерно на улице, в склад не вместилось. И он ей накрыл. То есть она все еще служит. Лодки ни одна не продырявлена. Мы так бережем, следим с берега и тороплавим. Вы просто повесили воду, так надувает и все это делается. А вы помните такой момент? Когда я у вас был, я вам похвалился. Я говорю, знаете, мы ваши лодки храним, и только воскресенье. А вы такой вид сделали с уроком. Да разве можно это делать? Да вы, давайте детям каждый день. И гляжу, что-то вы полезли там в свой сев. Я стою и думаю, вот это да. Я хотел-то по-хорошему показать, как мы дорожим материалом. Вытаскивайте оттуда шоколаду, там большие плитки. Деньги какие-то мне в сумку сунули, я такой же в сумке был. Это детям отдать. Я говорю, вот это редко вспоминается. Пусть люди знают своих героев. Да, вообще интересно. Потом мы с вами вышли на улицу, сфотографировались, и вы это увидите. Завод зинотехнических изделий, и мы с вами рядом стоим, на улицу вышли. И я решил пригласить очень хороший такой журналист в Алтайской правде, Логинов. Олег Павлович, а вы говорите, подождать надо, не лучшие времена у нас сейчас. Все помню. Ваши слова. Помню все. Все помню. Помнит, помнит. Вот так это было. Вот сейчас мы поем Горшкову, точно такой же комплект, столько я беру. А другие книги у меня 30 томов открытым оком называются. Там я отвечаю на вопросы. Ну ладно, как говорится. Песни меня кормят. Ничего, ничего, ничего. Мы сейчас уходим. Ну, чуек-то надо. Ну как? Да никаких щеков. Нет. Он что такое задел, а? Ну, прямой какой-то. Такой прямой. Ничего не сделаешь. Ну, чуек-то надо выйти. Анатолий Петрович. Анатолий Петрович, примите мои искреннее, искреннее благодарение Богу за вас. Да не надо было всего. Не надо этого этого. Ну зачем это делать? Ну я знал, что вы будете так говорить. Я его говорю. Ну как это? Ну не надо. Не надо. Я знаю вашу скромность и все, но если Путин принял, вам уж неваться некуда. Надо принять. А я позвоню ему сначала. Принял он, не принял. Все. Во славу Божию. Когда вы начнете, начните вот с этой книги, это как бы автобиографично. С моей биографии начинается. Это пишут два священника. А дальше только из газет. Тут, как говорится, как тебя казнили, как тебя судили, как тебя садили. Да. Как садили. Что я говорил. Казнили, судили. Говорил, судили. Что там было. Как переходили. Это вот я с патриархом стою. Патриарх Илья. Видите. Тут где-то вы даже увидите, сейчас подожди-ка, что-то вам знакомое попадет. Вот. Я, когда освободился, в 92-м, в 87-м освободился, а реабилитирован только в 92-м. Они долго там размышляли. Так, минуточку. Ну, а тут в этой книге фамилия-то указана какая-то. Вот это я сижу с книгами своими. Нет, так указана тут фамилия-то ваша. А как же. А где указана? Ну, давайте. Где написано? Вот, смотрите. Открываем. Да. Где? Вот по благословению. Кого написано. А теперь. Вот. Вот. Лапкин Игнатий Тихонович. Дальше. Ну, не он главный герой. Главный герой Слово Божие. А. Ну, я понял. И дальше, как об этом говорится. Сейчас хотел показать где-то. Вот это я с коршуньонком. Это вот корреспонденты приехали. Это мне 12 лет. Показано где-то. Ну, ладно. Это я посмотрю. Вот Сергей. Вот он сидит. Он снимает как раз съемку. Ведет. Вот этот самый. Вам настолько это будет интересно. А мне картинки посмотреть. Картинки. Приехал полковник. КГБ у меня. Книги берет. Которые арестовали меня. Я говорю. Ну, и как? По телефону верить? Он говорит. Это не то слово. Я участник этого дела. Когда меня арестовали по санкции Московского КГБ. Ага. Я в то время насчитал архипелаг Булак на пленке. Я распространил в стране. Самый первый. И брал интервью репрессированных. Этого власти не понравилось. А сейчас гоняются за каждым интервью, где я говорил. Александр Мень. Слышали? Священник убитый. Мое интервью. И оно все записанное. И вот вы там зайдете где-то в аудио. Вы найдете как мы разговариваем с ним сидим. Такие важные вопросы. Государственные. Еврейские вопросы. Вам настолько интересно будет. Вот вы зайдете здесь. Я отвечаю на 4 тысячи. Словно 4 вопроса. 55 папок. Какой вам должно быть? Работа. Вас интересует работа. Раз. Вы Песоцкого знали? Ну а как не знал. Конечно знал. Это самый близкий мне человек. Кто помогал. Вот кто помощники. Он прижал потеряевку. Владимир Филимонович. Он уехал. Сейчас не знаю где-то. Уехал. Я вам называю людей, которых вы знаете. Ну и знаю. Ну Баварина знали. И он снимок есть, где он передает. Я 11 лет вел в суд. Судился. Ответственным сделали не КГБ, что у меня изъяли. Изъяли фонотеку. Самая крупнейшая в мире видимо была. А ответственность администрация железнодорожного района. И городская администрация. 11 лет я ушел в суд и я его выиграл. Они должны были мне 11 миллиардов. Миллиардов. Ну те не доминированные еще. Но платить нечем. И тогда мне Ползунова 6. Два домика 13 сотых. Это все здесь есть. Ладно. Так. Так. Мы пошли. Вам отдаю их обратно это дело. Та-та-та-та. Я ни в чем не нужна. Сейчас признать. А мы уходим. Я 5 даю все. 5. Да нет конечно. 5 даю. 5 даю. Примите. А то я не приму. Примите. А то я не приму. Это серьезно. Ну ладно тогда. Вот так вот. Все. Хочется. Хочется. А то что такое то дело. Да вы столько помогли. Не надо. Не надо. Все нормально. 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 Возьмите. Это от души я даю. Хорошо. От души это и от души это. А так я принимать не буду. Если будет желание у вас встретиться. В воскресенье у нас побыть. Корсобрание идет. Вы можете там позвонить. Я у вас сказал. Ползунова 6. Улица Ползунова 6. Это за Пушкина следующий. Это приехал Баварин когда дом передавали. И тут большая статья вы найдете из Алтайской правды. В которой там снимки были. Латкин предпочел храм недвижимости. Одиннадцать лет шел в суд. Я говорю. Когда пути человеку угодны Богу. То Бог и врагов его примеряет с ним. А на меня там как бы нападает. Вы с кем знаете. Это же Порторг моторного завода. Это таки я и глаза говорю их вижу. Эти люди изменили свое мышление. Меня всегда от него лапример. А Порторг кто был? А? А Моторного завода кто Порторг был? Он Порторгом был. Баварин там. А это был когда-то. Ну вот. А теперь там мэр города. А мне говорят с кем вы знаете. Он коммунист. Я говорю. А какая разница? Все вы коммунисты? Тут и оно. Какая разница? Люди разные. Разные то они. Понятия разные. Я им отвечаю. Для меня разницы нет. Живой человек. Он принял деятельное участие в том, что у меня нужда какая-то. И помогли. Приехали. Осмотрели. Это бывший освод. Спасение наводок. И это два домика. Погасить за должность, которую присудил суд. Ну понял. Вот как. Ну спасибо. Больше я что вам могу? Все. Ничего больше не нужно. Лодки нет у меня. Шлангов нет у меня. Но мы с вами встретились. 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 У нас собрание было. Я сказал мне нужно найти Хрома Анатолия Петровича. А кто сказал вам адрес? А девушка одна. Женщина одна. Она теперь Дмуха Надежда Надежда. И она прошел не больше минут 20 наверное. И она говорит я его знаю телефон. А уж по телефону то дальше мы переговорили. Приехал я опоздал в пятницу. Ну значит сегодня. Ну в пятницу мы за 4 даже меньше иногда. Так. Я желаю чтобы у России было побольше таких людей. Спасибо что как говорится вы спасли. Значит ищите встречи со Христом чтобы душа ваша была спасена. Он умер за нас. Спасибо вам. Спасибо вам. Вы видите сегодня и президенты в храмах и все. Еще раз. Еще раз это делаем. Ну давай Сергей. Давай дай руки. Все хватит. Все кончай. Кончай. Так. Пройдет неделя без. Вы смотрите здесь. Вы увидите нашу встречу. Спасибо вам. Добрый человек вы. Вот это который дал. Вы своим дайте. Это все будет записано и выставлено в интернете. Вот это да. Да. Там вы найдете. Вот здесь. Ну там написано YouTube. В конце написано. Где YouTube. Да свои покажите. И вы там увидите нашу эту встречу. Вот так. Если бы не ваша помощь такая представьте. Лодок у нас нету. Качать с прудоводу далеко носить. А у нас закопаны шланги. Они лежат даже в нужде никакой где-то. Вот. Потому так мы и живем. Большое большое спасибо за внимание. До свидания. Большое большое. Давай я провожу вас. Провожу вас. Провожу провожу. Ответьте. Вас Господь. Тоже работу какую я вам дал нашел. Провожу. Давай сходя сейчас садимся. Не пришлось. Но хозяин тоже не пришлось. Вот так. И тысячу беру. Ага. Давай. Да. Смотри. Сорюсь правовищника полка. Да. Да. Это бетон. Да. Это все. Ну все давайте. Всего доброго. Я по телу стараюсь. Вот так. Ну все. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну это удивительно вообще человек. Представьте сколько он помог. Это даже сказать нельзя. Вот это. У меня сумочки какие есть там. Рюкзаки сшитые. Это он давал зеленые. Как бы. Я не знаю. Это военные что ли там они готовят. Он говорит что это. Он нажал и военные там где. Спасатели готовят. Вот я его нашел. Желание Бог исполняет. Я его искал с прошлого года. Книги когда уже были изданы. А хорошо. А чем бы я пришел. Книг не был. Кто там. Ропщит там на меня. Ну вы посмотрите какие встречи. Где у вас. Вы покажите эти встречи. Чтобы люди были так благодарны. Он же помогал. Он же благодарит. Я сейчас должен обойти всех буквально. Сейчас поедем мы в институт. Экономики. Там будем еще дарить. Все с Богом. Все с Богом.